В наше время в публицистической среде, в журналистской и так далее, освещаются вопросы, которые вот здесь поднимались. Могу сказать, что, я думаю, все замечали, что в последнее время наблюдается такое явление, ну, по крайней мере, я его вижу, как неосоветчина, неосоветский ренессанс. В чем его суть? Основа его заключается в том, что вытаскиваются на поверхность такие вещи, такие штампы, которые постыдились в свое время или не решились говорить даже классические советские агитаторы. Казалось бы, многие десятки лет разоблачительством царской России и атаком на царя и царскую семью занималась советская историография, и это всем известно, что поддерживалось, стимулировалось государственной властью. Казалось бы, все, что могли придумать, все, что могли выкопать, все, что могли передернуть, уже и передернули, что дальше, да? Тем не менее, в настоящее время появляется масса таких, ну, можно сказать, именно публицистических вещей, которые пытаются быть еще более радикальны в плане очернительства царской России, еще более, ну, скажем так, еще более бестолковее, если уж честно говорить. Тем не менее, тем не менее, мы можем констатировать, в медиа-среде эти совершенно странные выпады продолжаются и продолжают пользоваться популярностью. Довольно много, довольно много и довольно непопулярных ресурсов тиражируют совершенно странные заявления. Вот, например, среди, я считаю, очередных открытий в этом тренде, это то, что брусиловский прорыв, есть поражение России. Не знаю, слышали ли вы это такое. Но это распространяется очень широко. Это на многих военных историй, ну, вот, скажем так, форумах в интернете, которые посвящены военной истории, которые, эта идея сейчас раскручивается. Откуда она пошла? Ну, примеры эти утверждения можно было увидеть в книге Лидлгарта. Но прошло уже с того момента, как Лидлгард это написал многие-многие годы, и даже советская историография не решалась говорить о том, что это поражение России. Тем не менее, фактически, поражением это сейчас стали называть сейчас. Ну, вот, стали называть люди. Как это мотивирует? Мотивирует это тем, что якобы Россия истощилась благодаря победе. То есть победа стоила слишком дорого. И в конце войны Первой мировой Россия истощила людские ресурсы для войны. Ну, казалось бы, даже советская историография дала все цифры, которые показывают, что это абсолютная нелепность. Потому что по советским данным, опубликованным при Сталине, царская армия насчитывала 10 миллионов человек в начале 1917 года. 10 миллионов. И это самая большая армия среди всех воюющих государств. Дальше. Буквально недавно по телевидению показывали сюжет о том, что, ну, в общем, фактически тот же самый фильм, что и про Красную армию, это одна винтовка на троих. Говорилось, что солдатам выдавали патроны, но не давали, не хватало винтовок. Они ждут, получается, в бой, ожидая, когда кто-то погибнет или раненый будет. Хотя, и это, кстати, в разных вариантах, это присутствует постоянно. Постоянно говорится о том, что раз Россия закупала винтовки за рубежом, значит, это признак технической и прочей отсталости. При этом то, что другие страны то же самое делали, в этом стараются не говорить. И более того, как ни странно, опять же, в советские времена были даны цифры о том, что у России было первое место по производству именно винтовок, сели всех стран оттанков. То есть я говорю, что неосоветчин оказывается в этой степени нелепее, чем даже то, что печаталось и публиковалось в старинские годы. Пошла накрутка потерь, я считаю, что накрутка, это мое мнение, потерь России в Первом мировой. Опять же, в течение долгого времени, во-первых, есть традиция подсчета потерь России в Первом мировой, до военной и послевоенной. Тут есть большая разница. Дело в том, что до военной подсчеты показывают, что потери царской России не просто сравнительно невелики, если сравнивать со Второй мировой войной, это безусловно, но они меньше, чем у противника на нашей же линии фронта, на Восточном фронте. Но, правда, говорилось всегда, что это неполные данные. Это действительно да. Когда произошла Вторая мировая война, когда наша страна понесла самые большие потери, очевидно, на мой взгляд, у советской идеологии возникла задача очень тяжелая. Если старые данные, тоже советские, уже введены в научный оборот, если по ним видно, что Россия потеряла максимум один к одному с противником, а так даже и меньше, то как тогда объяснять советскому народу, почему советский этот союз потерял больше и на поле боя, и на поле боя в целом, чем противник? Видимо, этим было вызвано то, что появились послевоенные работы, где стали эту цифру довоенную, советскую уже увеличивать. Приемы, которые использованы были, в общем-то, очень характерны. Например, мы получили, ну, это близкая цитата к тексту, по смыслу, мы получили соотношение потери один к одному, но разве может царская Россия один к одному воевать с Германией, с развитыми техническими государствами? Этого не может быть. Хотя мы получили, только что было написано, вот документы, но этого не может быть. Раз не может быть, давайте подумаем, а насколько Россия могла бы больше потерять? Это очень напоминает сцену из Буратино. 5 сольда плюс 3 сольда, 100 сольда, да, Буратино? Да. Вот примерно то же самое, потому что в процессе накруток был, например, выдвинут тезис, Россия наверняка на Кавказе потеряла больше, чем Турция. Откуда тезис? Чем он подтвержден? Доказательств никаких нет. Тем не менее, и вот так вот, такими вот жонглированиями, я считаю, цифры, как-то более или менее вытянули на соотношение, где-то чуть-чуть больше у нас получается, чем у противника. Ну и эта традиция продолжается, и цифры это постепенно все увеличиваются, увеличиваются и увеличиваются. Следующий этап, ну как бы показал, показал, но на мой взгляд, для меня ничего не показал, потому что есть другие цифры, то есть, что царская армия еще больше потеряла. То есть, что мы видим? Казалось бы, в период, когда антикоммунизм был, можно сказать, по почти официальной идеологии власти, можно было ожидать, что все, вот эти вот советские, так сказать, достижения в области подсчетов, очерняющих царскую армию, и не только, экономики тоже поговорим, уже можно будет закрыть и уже перейти к другим цифрам, но нет, нет ничего подобного. Эта традиция мало того, что сохранилась, она закрепилась, и вот эти вот, скажем так, последний край, вот, если смотреть по потере, последний край науки, вот так я скажу, цитируется широко и зачастую совершенно не критически. Что касается экономики, значит, здесь тоже та же ситуация, причем даже может быть хуже. Дело в том, что мы, если посмотрим, опять же, публицистику, различные книги, выходящие сейчас, мы видим вещи, которые в советские времена, в общем-то, тоже, я уже говорил, постыдились бы говорить. Говорится, например, ну, например, что делается, стандартный способ, берутся данные царской России и высчитываются подушевые показатели. А потом берется, например, Британия, тоже берутся подушевые показатели. Им показано, что в России хуже там, потому-то, потому-то, потому-то. Однако, для России берется все население, а для Британии берется только митрополия. Вот уже здесь можно задаться вопросом, откуда такой двойной стандарт? Я думаю, ответ очевиден. Понятно, откуда этот стандарт? Потому что существует установка определенная идеологическая. Если дать данные, значит, по царской России в целом, по британской империи в целом, то соотношение от них не будет таким. Дальше. Производство. Ну, долгое время не очень было широко известно, что во время Премьера мировой войны Россия была единственной страной, в которой промышленное производство выросло на 21%. То есть 7% в год это росло. Хотя эта цифра встречалась в советской историографии, но это не было широко запущено в широкий такой оборот. Постоянно пытались это объяснить мнимым обвалом в нервных отраслях. Однако, даже по советским данным, если посмотреть валовые показатели, получается так, что в промышленности, которая связана с военной промышленностью, быстрый рост, общий промышленный рост 7% в год во время Первой мировой, на конец 2016 года, с 2014 по 2016. А в мирных отраслях показатели 2013 года в целом сохраняются. Не произошло обвала. Это, кстати, легко, это математически доказано, все данные есть. Тем не менее, до сих пор раскончивается тезис, что Россия исчерпала не только людские ресурсы, но и экономические ресурсы. Постоянно говорится о таком понятии, как транспортный коллапс. Транспортный коллапс, снабжение армии, городов и так далее. Но слово коллапс вообще как звучит, это же катастрофа, это полный обвал. Если это так, тогда должны быть, эти явления должны проявляться. Ну, в первую очередь, в обвале промышленного производства. Если коллапс, значит, подвоз сырья предприятия должен обвалиться, подвоз, значит, соответственно, продовольствия городам должен обвалиться до такой степени, что будет не просто очередь за товарами, а будет голод. И того, и другого не было. Никто, вот даже самые такие оголтелые красные агитаторы 20-х годов, и там до этого, 18-го, никто не решался говорить, что в феврале 17-го года был смертельный голод, когда бы люди умирали сотнями, там, десятками, тысячами человек. Говорили о перебоях, это говорили, и говорят до сих пор. Но голода, смертельного голода не было и низко. В 17-м феврале. В 18-м уже было, за это украшнанское восстание. Это дискуссия не надо. Я говорю про 17-й год, в феврале. Понятно. Какое украшнанское восстание, позвольте. Я послушался. Нет, ну не 18-й год. Не надо дискуссии. Да, 18-й год это с другой, это уже большевики, а я говорю про царскую Россию. Соответственно, если мы дальше пойдем, то мы увидим всякие-всякие странные вещи. Например, недавно услышал, что, оказывается, царь лично препрепятствовал развитию авиастроения. Лично причем. И ограничивал в действии деятельности Сикурского, например. Ну вот, вот такие вот вещи происходят. А я завершу. Да, то есть я на самом деле просто обозначил проблему, которая заключается в том, что, несмотря на то, что 30, ну, в общем-то, почти 30 лет, как можно о царе говорить, наверное, все, как минимум 30 лет, когда уже жесткие цензурные ограничения, которые были в советские времена, исчезли, все равно в обществе бытует зачастую совершенно фантастические представления о том периоде, совершенно легко опровергаемые, но вместе с тем постоянно воспроизводимые. Ну, соответственно, из этого один вывод. Те, кто может среди монологического сообщества писать просветительские статьи, выступать передачи и так далее. Я думаю, тому следует это делать. А кто не может, то не умеет. Хотя бы мог бы распространять их дальше по интернету, это сейчас без проблем. Может быть, это единственное, что мы реально можем сделать сейчас в плане просвещения. Спасибо за внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok